Срочные сообщения в эти минуты приходят из столицы Таиланда, где накануне в результате теракта погибли два десятка человек. Новый взрыв прогремел сегодня, рядом с оживленной пристанью. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правоохранительные органы. По предварительной информации никто не пострадал и, судя по всему, лишь потому, что бомба, брошенная с моста неизвестным, сдетонировала под водой. Между тем, МВД только что обнародовало фотографию возможного подозреваемого во вчерашнем теракте. Разыскивают некого мужчину, которого запечатлела камера видеонаблюдения непосредственно рядом с тем местом, где произошел взрыв. Циничное преступление, которое не имеет оправданий. Такую оценку трагедии дал Владимир Путин. Он направил королю Таиланда телеграмму, в которой выразил соболезнования и поддержку в борьбе с терроризмом. По последним данным, их уточнили буквально этим утром, жертвами взрыва в туристическом и деловом квартале стали 20 человек, а не 27, как сообщалось ранее. Раненых более 120. Добавлю, за ситуацией пристально следят российские дипломаты. По данным, которыми они располагают на эту минуту, наших сограждан среди погибших и пострадавших нет. Посольство России рекомендует находящимся в Бангкоке россиянам воздерживаться от поездок в центр города, соблюдать меры предосторожности, избегать мест массового скопления людей и, естественно, неукоснительно выполнять требования официальных тайландских властей. В городе сегодня действуют повышенные меры безопасности, закрыты все школы. Процедуры досмотра в аэропортах и на вокзалах заметно усложнились, поэтому пассажиров просят приезжать часов за шесть до отправления. На основных дорогах установлены блокпосты. Вместе с тем банки и госучреждения продолжают работать и власти утверждают, что нет никакой необходимости вводить чрезвычайное положение. Место трагедии до сих пор оцеплено, но, несмотря на это, с самого утра туда идут люди. Они несут цветы, записки с соболезнованиями и фотографии погибших.